Когда ты переводишь, то ты вроде путешествуешь, там в одно место попал, да, потом в другое место, потом с одними людьми, особенно когда ты дома сидишь, у других нет людей, ты видишь довольно много мест и встречаешь довольно многих людей, да, очень разных. И я думаю, что это вот одно из преимуществ переводчика, да, ну, писатель, тем более он их этих людей придумывает, он вообще с ними живет, но тут ты тоже с ними живешь, и это как бы тебе помогает из нашей действительности выйти, это очень вообще терапевтическая история, да, потому что появляется точка зрения на мир и на то, что происходит вокруг тебя, реально в стране, да, немножко другая точка зрения появляется. Почему я думаю, что очень молодым не надо переводом заниматься, то есть им надо заниматься, но надо немножко созреть. Я думаю, что все дело в личном опыте. Писатели про очень разные пишут, да, и в какой-то степени твой личный опыт жизненный должен этому соответствовать. Если ты никогда не видел, как человек умирает, там, да, ты будешь переводить слова, важно переводить то, что происходит. Вот какая-то параллельность личного опыта должна быть. Поэтому я думаю, что когда книжку выбираешь, то надо знать, что тебе по силам, да, это очень важно, вот, то, что тебе соответствует. То есть можешь ты про это написать или не можешь про это. Если это, скажем, какая-то глубокая философская книжка, хватит у тебя мозгов для этого, достаточно ты для этого подготовлен или нет. Иначе начинается перевод слов. А ты должен туда переехать, грубо говоря, да, ты должен за этих людей играть. Это отчасти актерское занятие, да, просто у тебя гораздо меньше возможностей. Актер там есть. Есть мимика, жестикуляция, он может ходить туда-сюда, он может повысить голос, понизить голос, а у тебя только буквы, да. Но, в принципе, это то же самое. Это когда до людей доходит дело. А когда там для пейзажа или для устройства, ну, ты его все равно должен вообразить. Иначе это бесполезно. Потому что, ну, можно наврать, да, там, ты будешь в пейзаже там Юга Америки, но все равно ты увидишь свой какой-то, да, средней полосы. Но важно, чтобы это было складно. Тогда это будет действовать на человека, а иначе нет. Ну, вот это, пожалуй, все единственное, что существенно в переводе. Остальное там уже дело техники. А это уже проблема бесконечная, потому что она состоит из массы мелочей. Надо некоторый опыт чтения иметь для того, чтобы начать переводить, кроме того, что ты там язык знаешь, да, и чтобы чувствовать, что зависит от языка, да, а что зависит от писателя. Ну, там грубые примеры. Они всегда протягивают руку, чтобы взять стакан. Мы не протягиваем, мы его прямо берем. Но таких примеров сколько угодно, да. Ну, по-английски там скажут. Он мог слышать там что-то, как там пролетает, проезжает машина. На самом деле он слышал по-нашему, да, или ему было слышно. Вот это самое правильное. Ну, очень много автоматизмов таких есть, которые мы переводим, ну, как бы не вдумываясь в это, да. С другой стороны, иногда, как бы, там, мысль у человека развивается, там, скажем, у американца или у англичей, но иначе, чем у нас, да. Там мышление зависит от человека. И не от человека, а от места, да. И совсем перелагать на русский язык. Вот это такая вообще очень компромиссное занятие перевод, да. Вот между тем, что надо передавать, тем, что не надо передавать, да. Тем, что ты еще должен учитывать русского человека, да, который этого знает меньше тебя и меньше времени проводит. Но, в принципе, идея одна и та же, что и у тебя, и у него все происходящее происходит в голове, да. Виктор Петрович, вот про Фолкнера. Вы говорите, представить себе, да, не слова переводить. А все-таки, когда вы переводили Фолкнера, вы гораздо больше шли за его синтаксисом, чем другие переводчики. Вы не ставили, не дробили его длинные периоды. А это как? Это невозможно. Вот скажите, какая все-таки роль формы? Нет, а я не знаю, кто дробил. Очень, по-моему, нормальные люди должны эти длинные фразы не дробить, да. Вот дело в том, что он говорит одно, потом он говорит противоположное, да. Потом он начинает забалтывать. Все это, на самом деле, это такой способ гипноза. И ты начинаешь верить. Это не жульничество, нет. Но и длина фразы, а у него какая-то фраза есть, две с половиной страницы, я не помню, где-то, то ли в Весоломе, то ли в Весоломе. Но, на самом деле, с ними довольно просто сравняться, там, справляться, потому что... А фраза идет на напоре. У нее не очень сложная конструкция такая, грамматическая, да. Там идет одно за другим, одно за другим. И он подумал так, или он подумал эдак, а потом он подумал, что совсем другое. Это все довольно... Ну, он позволяет за ним следовать. Вообще, переводчик должен подчиняться, да. Не в смысле буквализма, а, видимо, желание подчиниться в людях сидит очень сильно. Оно сидит в читателе так же, потому что, когда он читает прозу, он подчиняется, да. Он начинает думать то, что думает писатель. Так же переводчик должен, ну, подчиненным быть. Если этот пишет длинно, все, кранты, когда... Я видел эти рассказы от Фолкнера, мало чего остается. Рассказ еще можно съесть, но роман так нельзя сделать, да. А про Вулфа я сказал. Вулф там... Дело в том, что он такой, как бы, комер, ему было лет 39, да. Но он юношей комер, вот, как сказать. И там, когда его переводят, то там... В общем, две вещи нужны. Достаточная техника, да, и еще такая молодежная энергия в организме должна быть. Потому что там, если посмотреть, то довольно безвкусно. Там бывает по три эпитета, по четыре эпитета. Чего русский язык плохо выносит очень. Или русский читатель, вернее, да. Иногда можно три загнать в два, да. Но старому человеку его переводить нельзя. Вот я бы сейчас не взялся, потому что энтузиазма уже нету такого, да. А вот все-таки, если в тексте есть безвкусица какая-то такая бойкость излишняя, может быть, переводчик что делает? Переводчик отказывается. Нет, на самом деле, пока ты, конечно, если ты пошел в этот конвейер, этим зарабатываешь, сейчас этим заработать все равно нельзя, реально, да. Ну, тогда переводишь. Дело в том, что ты с книжкой живешь год, и в худшем случае три года. Я жила один раз. И если ты три года будешь с пушляком вместе жить, то это очень тяжелая жизнь. Это и так работа не очень приятная. Ты сидишь дома, людей не видишь и так далее, да. А если ты еще сидишь с идиотом рядом, да, то тогда, ну, какой смысл, да, лучше просто с это, в бомжу переходить. Пока есть возможность отказаться, надо отказываться всего, да. Я иногда просто, ты видишь, что ты с этим не справишься, да. Или он слишком умный для тебя, или слишком образованный, или, я не знаю, как вот, общались сильно с Демурой, я не знаю, какая смелость нужна, чтобы за эту книжку взяться, да, которая фактически нельзя. За Лису? Ну, за Лису, да. Это очень страшно, там мы, все же, каждое произведение, там, тысяча нитей связано со своей средой, да, со сказками, с архитектурой, я не знаю, совсем на свете. Когда ты переводишь, то очень многие нитки обрываются, да, ты не можешь сохранить, ну, как это, вот, эту связь, да, с жизнью. Единственное, что утешает в этом, что, когда человек читает перевод или книжку, он тоже все равно очень многих нитей не улавливает, да. Даже если ты русского читаешь, сколько процентов в тебя входит, неизвестно. Это говорят, что вот в переводе что-то теряется, теряется, но и в чтении тоже теряется, и в чтении русского текста теряется. А вот про хеми-то еще расскажите, как вы его переводили, вот язык американского палпы, он же такой особенный. Ну, я не знаю, я взялся переводить, да, и вижу, что ничего не вышло, и бросил переводить, потому что у них, значит, у нас или это феня есть, да, блатная, или цивилизованная речь. Ну, сейчас очень многие на феню переходят и руководящие люди там у нас, но это от случая к случаю, да, а в принципе у нас вот так, чтобы она в литературу вошла промежуточным образом, да, вот как в словаре сленга, да, я не говорю там про матерное ругательство, но я думаю, что ничего не получается, я пытаюсь это переводить на фене, да, это какое-то безобразие получается, ну, не годится наш воровской жаргон для того, чтобы про Америку переводить, от него очень портянками пахнет какой-то вот, дегтем, я не знаю, и бросил, а потом через несколько лет обратно взял, думаю, что же нельзя справиться, что ли, не знаю, как получиться, но очень многое ты, конечно, смягчаешь, да, но у русского языка есть такая возможность там или путем синтаксиса, или снижения просто лексики, да, вот что-то передать можно, конечно, это будет опять потеря, ну, по сравнению с химитом, а иначе здесь вообще бы ничего не нашли. — Про Хемингуэя мы вот хотели спросить, мы знаем, что вы скептически скорее относитесь к перепереводам, но мы очень обрадовались, когда появился новый ваш перевод праздника, который всегда с тобой, название осталось только то, которое было. — Да, это они оставили. — А вы хотели как? — А это передвижной праздник. — Да, что это такое понятно, но вы бы хотели как перевести? — Нет, это, я так искал передвижную праздник, но, мне кажется, не захотел бы никто этого делать. Это другой вариант книжки совершенно и совсем с другим настроением, я вам объясню, почему. Значит, ту книжку как бы руководила изданием жена его, и какая-то часть романа его, романа в смысле, ну, между мужчиной и женщиной в этом смысле, была выброшена из книжки, там, где он описывает другую жену, да? Ну, потому что там описано очень сильное чувство, но к той жене, а не к нынешней, последней, да? Естественно, это было выброшено. С одной стороны. С другой, она подредактирована была. С другой стороны, вроде вставлено в то, что он неготовый нашел. Это где-то в сундуке нашли в Париже. Он бросил эти дела. Потому что, когда книжку уже писал, он уже не мог писать на самом деле. Ну, уже мозги отключённые были. Он должен написать к этой книжке предисловие, а ему уже делали электрошоки. И не одно, а не один, да? То ли от депрессии, то ли от чего-то. И он и сам пишет, что уже когда от памяти ничего не осталось, и от сердца тоже мало что, да? Он начинает писать предисловие, он пишет пять строчек, да? И бросает. И конец этой книжки – это всё время один раз за другим. И так, по-моему, несколько, три-четыре страницы одного и того же практически текста, который он не может продолжить. И это довольно такое угнетающее впечатление остаётся после книжки. А та довольно жизнерадостная. И эта последняя глава, когда они там в Австрии или где, нет, на лыжах кащаются, она тоже довольно печально получилась. То, что было выброшено. Так что она была жизнеутверждающая сильно, а тут тоже жизнеутверждающая до поры до времени. Хотя про человека, который помирает, там его друг, да, который писатель, никому неизвестный. Но такое представляет, что он очень просто пишет, и короткими фразами на самом деле нет. Иногда короткими, иногда длинными и довольно нескладными он пишет, которые очень неудобно переводить на самом деле. А вы стремились оставить немножко этой нескладности? Нет, я не стремился, она сама стоит. Нет, ну как так, чтобы в этом приличном виде было, ни слова в слову, но всё равно она остаётся, да. У него обычно короткие фразы там, а потом длинные, и он туда уже следующую вставляет фразу и так далее, да. Но так приходится это оставлять, конечно. У нас студенты занимались, скажем, романом «По ком звонит колокол», и там с ним в переводе происходили, и в цензуре происходило чёрт-те что. То есть то, что мы читаем, мы изучаем. То есть он в страшно усечённом виде, там очень сильно изменяется облик многих персонажей, многое выброшено, перепланировано. По-русски, да? По-русски, да. Я не читал. То есть там по-русски текст, который несколько раз страшно перерабатывали в соответствии с линией партии, и то, что до сих пор печатается, это очень сильно цензурированный текст и изменённый, потому что другого нет. Там вообще ничего страшного в этом романе нету такого. Но учитывая, что его переводили, по-моему, чуть не в сороковом году, и он валялся, да? Даже раньше. Там было несколько редакций, да, и каждый раз новые требования цензуры, это всё в архивах сохранилось. В одном случае можно, чтобы герои были в одном спальном мешке, а в другом уже никто. Нельзя было. А, да, я помню, что смутно помню. Ну, вообще, я считаю, что этого делать нельзя. Не переводи это. Если нельзя напечатать, не переводи. Ну, это нечестно просто, да. Не по отношению к читателям, всё равно это лучше, чем ничего, но по отношению к писателю. Ты всё-таки его раб, да, так или иначе. А вам приходилось с какими-то цензурными требованиями сталкиваться? Да, приходилось, и я судился. Расскажите. А это такой был Натаниэль Уэст, по-моему, очень хороший писатель, который очень мало написал. У него «День сорочи» есть такое произведение, это про Голливуд, но про Голливуд такой, низовой самый, да, поганый. И там, ну, я не помню все подробности, но одну помню очень хорошо. Дамы зарабатывают койкой, да, и там написано, проституция определённо прибыльна, там, пять долларов, ну, я не помню, сколько долларов за клиента, да, там, три клиента за день. Ну, хорошая заработка. А, ну, по тем временам, да, и это должно было быть в издательстве «Молодая гвардия», это уже была корректура, да, и кто-то там донёс начальнику, что вот такие написаны проституции определённо прибыльны. Как будто люди этим занимаются для убытка вообще. И таких мест, таких более слабых было ещё меньше, там, ну, штук пять. Вот они хотят, что будет выкинуть, я им написал, что не могу выкинуть, потому что автор умер, он мне не может разрешить. Они книжку зарубили тогда. Зарубили, я на них ходил в суд, потому что они мне должны были полутораста рублей. На какой-то момент они притащили какого-то человека полковника внутренней службы, который занимался цензурой. Я говорю, мы давно за ним следим, он всё не то переводит. Это за то, чтобы 150 рублей не заплатить, они тащат полковника, который уже тебе как бы как угрожает, грубо говоря. Но они проиграли в результате и заплатили 400 рублей, потому что там как-то неправильно они посчитали. А книжка так и не вышла? Книжка вышла через семь лет всё равно. При той же власти, ничего, к другому. Без купюр? Без купюр, да. Нет, потом одна купюра была в Кукушкином гнезде, там что-то про промежность женскую было сказано, полфразы, я её выкину. Но это не продажа была. Понятно, что сленг устаревает даже в рамках, то есть не в рамках, а даже за одно поколение. Да. И вот как вы считаете, если с этим, ну то есть вот ты что-то переводишь на своём теперьшнем сленге и понимаешь, что через 20 лет это читать будет невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, если переводишь старую книжку, которая написана на старом, тогда, ну не знаю, 40-й год, сленге, невозможно же её переводить современным сленгом. Или даже близко к предыдущему карьеру. Вот как вы наверняка думали об этом? Я не знаю, как с этим быть. Я думаю, что если эта книжка современная, то должен современный человек её переводить достаточно молодой. Ну, не значит, что автора там, если 40 лет, что он молоденький, да, или 50. Всё равно, если современный сленг, то должен современный. Да, это мелочь, на самом деле, такая медная сленг, которая действительно подыхает очень быстро, да. Ну, это на моей памяти происходят слова, как меняются, да. Не знаю, что с этим делать. Я думаю, что если это очень существенное дело, то просто с этим надо быть осторожнее, да. Если вы читали по-английски, там, над пропастью Варжи, да, там довольно много сленга. И я его, по-моему, читал, довольно плохо зная язык, там, году в каком-то, 61-м, ну, и ни одна вещь не была непонятной. Как-то оно вот так вставлено, да, вот, что я этих слов не знал, и из книжки всё понятно, да. Рай, конечно, не знал этого сленга, и там, поэтому он в охотничьей шапке в какой-то ходит, чёрт-те в чём, да. А я думаю, что он в бейсболке ходит, нормально просто. Ну, там в бейсболке не было, что с этим делать? Сейчас переписывать её текст, ну, закажут, да, перепишут, ну, неизвестно, будет ли это лучше. То есть уже кто-то переписал, но, по-моему, тоже всё. Я читал только рецепты, что это неудачно было, что это, наоборот, слишком бой. Там переводчик, в общем, взял действительно какой-то пласт известного ему жаргона, который очень чушь-то оказался... Кого времени, точно по времени. Времени и социальной среды, да, потому что это же, в общем, мальчик с хорошей семьей, он только прикидывается. И вот это вот как-то вот... Ну, на самом деле, со сленгом там тоже получились сложности. Да, они не могут не получиться, потому что... Ну, это, да, это очень... Каждое поколение меняется сленг, да? Кроме там постоянной вот воровской фени, которая... Ну, она застыла как бы, и тоже новые слова появляются. Но этот мальчик не будет на воровском языке говорить. Он будет говорить там «молдифиг» какой-нибудь. Это про старелый джаз, грубо говоря, да. Что ты будешь с этим делать? Когда читаешь, понятно, про что речь. А как это перевести, я не знаю. И мне кажется, вообще, люди не очень злоупотребляют сленгом. Они, скорее, это колорит вносится. Так же, как у хеми-то, да, там. Он не на фене пишет. Или чендер, там. Они не пишут на фене. Они вставляют это для колорита, да. И тогда можно с этим разобраться. Там не обязательно существующее слово взять, да, там. А можно совершенно непринадлежащее там половой член назвать солдатом, да, вместо там диком каким-нибудь. Ну, грубо говоря, да. И тогда получится и развратность, и не будет неприличия. Да, вот. И я думаю, что со сленгом тоже очень сильно надо не надеяться на то, что здесь ходит, да. Сленг очень сильно перетаскивает сюда всю картину, да. Она искривленная получается. Русский же язык достаточно унифицирован. Нас не так сильно выделяются всякие ковры, диалекты и так далее. Относительно английского, например. А что делать, если у автора, наоборот, на этом делается большой, так сказать, акцент? Если у него это очень сильно выделяется. В английском, в Лондоне, держи одном, можно штук пять диалектов найти. А в Диэссе то же самое. Я не знаю, что с этим делать. Опять каждый раз по-своему. Например, будет проклятие, я не помню, это кого-то, Майкольму Брэдбери, что ли, роман. А там англичанин с американцем разговаривает. Что ты можешь с этим сделать? Да ничего не сделаешь. Ну, как-то выпутываться с большими потерями. Просто, я думаю, реально, вот и все. Если стереотипный англичанин, стереотипный американец, можно речь англичанин сделать такой более высокой, более образованной, более... Почему? Почему? Вот. Это я заметил давно в русских переводах, вот в этих посредственных. Как штатник, так он какой-то жлобинный обязательно. Потому что все ясно. Человека учили английскому английскому языку в школе, потом в пединституте или в инъязи где-то. А тут он читает американский текст, ему кажется, что это какой-то джаргон, да? Что это диалект. А на самом деле это другой язык, и он такой же интеллигентный. Нет, тогда надо что? Признать свое поражение, да? И эту краску ты теряешь. Вот как мы сказали, вот же, да? Ну, ты эту краску теряешь, и все. А мы все время теряем краски. Это там у Иржелева есть книжка про перевод, которую вы, наверное, все сильно изучали. Но там написано, что проклятие перевода – это потеря краски, да? И потом перекомпенсация в виде грубости или чего-то такого. Потеря краски действительно происходит. С ней надо, пока ты способен, бороться как можно, да? Потеря краски – это когда более частная, заменяется более общим, да? Ну, где ты можешь, то ты должен этого избегать. Но, в принципе, это не всегда возможно. То же самое, как вот англичанин с американцем. А что вы делаете с негритянской речью, да? Ну, во-первых, ты слышишь, что она фонетически другая. И они очень часто фонетику коверкают, когда американцы. Что у нас не принято делать обычно, да? Что с этим делать? Как ты его будешь коверывать? У нас негров нет, грубо говоря, которые есть, но они там иногда говорят хорошо по-английски, по-русски, а иногда плохо, да? Но никакой особенности речи нет. Переводя на родной язык, что-то написано иностранцем про твою родную страну, если ты сталкиваешься с ошибкой. А если ты ее переведешь так, как написал автор, ты рискуешь или автора выставить в каком-то не лучшем свете, либо если ты это совсем уберешь или исправишь, то как бы, ну, ты уже какую-то отсвятину несешь, да? Да. Как быть в такой ситуации? Что тут меньше из зол? Я думаю, что опять каждый раз решать надо. Ну, во-первых, что ты автора в плохом свете выставишь, ничего страшного. Нет, ну ничего страшного, нет преступления, если он что-то не точно знает и написал. Я думаю, что писатели все помаленьку там привирают по-разному. Ну, когда ты точно знаешь, вот если он будет иностранец читать, ему будет как-то все равно. Ну, там, да, сказано, что он умер в 30-м году, а он умер там в 38-м году. Я не знаю, что делать. Я бы написал в 38-м. Исправили бы, да? То есть какие-то... Да. Мне пару раз приходилось это что-то делать. Или ты увиливаешь как-то от этого, если там... Ну, так что, вот, как бы, точности не нужно во фразе. Тогда можно увильнуть. А вообще, если он пишет, что ты в 30-м умер, пишешь в 38-м, если от этого ничего не меняется. Если он скажет, что в 30-м, во время раскулачивания умер, а на самом деле он умер в лагере в 38-м году, ну, тогда что-то приходится писать, да? Как у него, как у него. Ну, ты тогда что? Ты тогда тем самым подписываешься, что ты с этим согласен? Что я согласен? Нет, я подписываюсь под тем, что я попка, больше не под чем. Вот, каким ты являешься, на самом деле. Или какое-то послесловие писать, что как бы, ну, вот так сложилось, как сложилось. Да, раньше это очень просто всё делалось. Там книжки были полны этих комментариев сзади, где писали, тут автор ошибся. Есть один переводчик питерский, который это обожает. Там, если Марка холодильника не та, он тебе будет писать, что автор идиот. Вообще не знает, какие у них холодильники. Он ещё будет на этом отыгрываться, я и по ним не буду говорить, но там такой садизм возникает. Я не знаю, я думаю, что это опять, вот, беспринципное дело, каждый раз, если он пишет ошибку, там, 30-й, ну, наверное, придётся сноску. Мне пару раз приходилось сноску давать. Но без обвинения автора там вышло, что этот-то погиб в 38-м году. Всё, больше ничего. А там читатель пусть сам соображает. Но таких случаев мало, да. Вы встречали, перевод лучше, чем оригинал. Ну, вот, до спаса, я там кусочками читаю по-английски, там, или, кажется, со студентами прохожу. Но я не могу сказать, что хуже или лучше, по-моему, очень хороший перевод. Что он лучший вообще не может быть, на самом деле. Ну, надо определить, что такое слово «лучший», да. Вот. Ну, кто лучше там, я не знаю. Ну, Тургенев или Лесков, ну, это, ну, как их спросить, кто лучше? Я не знаю. Оба хорошие, по-моему. И тот тоже самое. Оба хорошие, да. Когда-то Харитонов, Владимир Александрович был переводчик, да, он сказал, что там перевод должен производить, ныне старые книжки, на нынешний язык, должен производить на нынешнего читателя такое впечатление, которое в своё время та книжка производила на того писателя, например, XIX века. Ну, это совершенно бессмысленная формулировка. И также здесь, по-моему, в смысле, что лучше, что хуже, невозможно сказать. Я знаю, что он его не погубил. Есть книжки погубленные, да, там, какие-то рассказы о Кизе я читал, вот это невозможно, там, выпуле запущека какой-то, черт, я на самом деле, что там написано. А есть книжки погубленные, да, вот, ну, последняя книжка Вулфа погубленная. Но она и сама не лучшая у него, да. Есть у вас какие-то личные критерии, которые вы выбираете, и вообще на каком этапе знакомства с книгой и вот вы уже можете сказать, вот это вы хотите переводить, а вот это не будете. Ну, сейчас уже как-то иногда и через силу вроде соглашаешься. А в принципе, две страницы достаточно. Дальше только подкрепляется. Мне не помню, там, одну толстую книжку, я прочёл первую страницу. О, всё, это то, что надо. Непонятно, почему. И, а, а, а есть, так же ты по двум страницам знаешь, что тебе тяжело будет и незачем. Вот. Это всё раньше было, да, там. Сейчас я не могу сказать, что я только перевожу то, что совсем хочу. Ну, ты сейчас наименьшее зло выбираешь, вот, грубо говоря. А раньше, чё хотелось. И это было при советской власти, потому что рубли лучше советской цензуры действовать. Когда у них расчёт, что они должны на книжке что-то заработать, да. И это, там ещё второе соображение. Ведь это коммерческое мероприятие, да. У этих, при том, что, у советских, при том, что они были, как бы, на страже этой моральности, там, социализма, всё. У них ещё была идея просвещения, да. Сейчас этой идеи нет. У вас есть работа, которую вы переводили в одиночку, а есть, которая с другим переводчиком. Очень много. Ну, вот, и вопрос в том, это была необходимость, или просто, когда человек видит текст, он и излагает по-своему, целостность произведения, она сохраняется? Первый рассказ я вообще с приятным перевёл, который мне рассказал, что есть такой писатель Селинджер, да. И дал мне книжку. И говорит, да, переведём. Да, переведём. Один рассказ мы перевели, его через год напечатали, да. Его ещё тогда никто не печатал, но над пропастью раньше вышло, да. Наш этот подробной рассказ, 17 страниц, отлежал год. Ты к людям хорошо относишься, с ними можно переводить. Там, я с Годяном переводил, с Мишей Зиндер, с Таском переводил. Я знаю их как переводчиков, я знаю их как людей. Иногда это веселее, потому что, ну, книжка длинная, мне надоест она, я знаю, что она надоест. Она хорошая, но не настолько хорошая, чтобы перевести 18 листов. А 9 в самый раз. А иногда это вопрос срока, да, это полмана нужно было перевести. Это тресть здоровых книжек, да. И какой-то срок определённый был. Чё я буду сидеть, выклячивать время, да. Вот там, так же, то же самое с Гарри Поттером было. Чё-то им приспичило быстро. Ну, это такая страница сомнительная в нашей биографии всех троих. Нет, книжку, в которой я знаю, что я сам хочу переводить, я не буду делить её. Но это не те варианты. Про гуманитарное образование чувствовали ли вы когда-нибудь его нехватку? Всю жизнь чувствую. Нет, я всю жизнь чувствую нехватку. И это, по-моему, нормальное ощущение каждого человека. Неважно, он гуманитарий или нет. А потом, я думаю, что образовать тоже нужно в умеренной степени. Как, ну, в умеренной степени, наверное, язык надо знать. Мы же не знаем английский язык и не знаем русский тоже полностью, да. Но достаточно открыть словарь далее, и там ты узнаешь, что ты русский язык не знаешь. Да, вот и всё. А уж английский тем более. Нет, в этом нет. Это некоторую свежесть придает, свежесть открытия такой, да. Такая, как бы сказать, девственная душа, да. Ага, что ты узнаёшь про Шекспира, если тебе надо про него переводить. Это даже, может, неплохо. А вот, наоборот, техническое образование помогало вам когда-нибудь в переводе? Мне трудно про это судить. Я знаю, что если там надо про машин, автомобиль, или там про устройство моста, я знаю, где искать, там, как это узнавать, и мне это интересно, да, приятно. Помогать, я думаю, что в какой-то степени помогало, поскольку это некоторая дисциплина, да, которая, с другой стороны, сушит, видимо. Там, я могу сравнить там свои переводы с Хинкисом или там с Харитоном, которые в гуманитарии были, и вяжу, что там какая-то степень свободы бывает больше в русском языке, а тут у тебя некоторая сухость. Ну, потому что ты привык к конкретным вещам, да. Ну, привык. Потом ты отучаешься постепенно, там, разносишься. Но, в принципе, с одной стороны, это помогает, а с другой стороны, наверное, всё-таки ограничивает. Но не образованность, а склад мышления, который отчасти изучением точных наук, он как бы формируется. Профессорственный переводчик старается, естественно, перевести получше, как вот вы только что рассказывали, и как те из нас, кто пробовал переводить, знают. В общем, и тогда прям очень сильно стараешься и радуешься своему успеху, как тебе кажется. А потом иногда думаешь, что, а кто может оценить эти успехи? То есть человек, который способен прочитать в оригинале, например, этот роман, он его вряд ли будет читать только перевод, если он сам не переводчик. Человек, который не способен, он не сможет оценить всю твою гениальность. Наверное, всем такое приходит в голову. Как вы с этим живетесь? Я с этим давно очень просто живу. Я там 20 с чем-то лет и решил, что я от чужого мнения не завишу. И там, ну, что перевел, если нравится, то и хорошо, а остальное неважно. Но еще хорошо, когда заплатят донорары, это вторая сторона. Но, в принципе, как ты... Ну, поскольку ты посылаешь там рассказик, то в журнал «Волга», то и те там пишут, что ты неграмотный, а в другом говорят, что очень хороший перевод, но у нас полный портфель, я помню, что зависеть от них нельзя. А ругать... Ну, кто-то особо не ругал никогда. Поэтому я думаю, ну, а что ждать-то, когда тебя похвалят или когда-то... В принципе, в общем, ты находишься наедине с автором, да? Не с читателем, с автором. Нет, с автором. Вот и ты с ним год живешь или там два года живешь. Вот, по-моему, тогда ему надо угождать, да? Вот и все. А уже что-то читатель, ну, это как-то... От тебя не зависит. А тот зависит, по-моему. Потому что... Ну, конечно, он на тебя пальцем не покажет, что ты халтушник, но сам ты это будешь знать, да? Что ты не дотянул. Вот, мне кажется, что вот, если надо похвалу, то это от него и нет. Ну, не дай Бог переводить того, кто русский знает. Это я точно знаю, потому что... Ну, там какую-то статейку Набокова я переводил. Слава Богу, он уже мертвый был. И что-то две статейки Бродского переводил, и одну ему послал без подписи. Ну, потому что, да, значит... И получал я такой, ну, все равно буду морщиться, интонация не та, вот. Я думаю, что должно быть самодовольство, вот и все. А самодовольство возникает не всегда совсем, да? Вот ты видишь, что, ну, не справился, да? Ну, с другой стороны, если там что-то расколол фразу, то вроде хорошо, но больше ничего не надо. Это вообще, как профессия, не очень честолюбивая, на самом деле. Да, я думаю, что при положительном честолюбии лучше не заниматься переводом. Редактор субтитров А.Семкин